Школьник придумал гениальный анализ на рак. Рак поджелудочной железы это одно из самых опасных онкологических заболеваний. Однако недавно одаренный 16-летний старшеклассник из Мэри Лэнда придумал простой анализ, который позволяет диагностировать болезнь на ранней стадии. Благодаря этому можно вовремя начать лечение. По всей видимости, юного ученого, которого первая леди Мишель Обама лично пригласила послушать послание президента, ждет блестящая карьера. Подробности в нашем репортаже. Джек Андрака получил главный приз на ежегодном всемирном конкурсе научных и инженерных достижений школьников, который в прошлом году проводился компанией Intel в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Его радостное настроение вполне объяснимо. 16-летний подросток из Мэрилэнда, опередив полторы тысячи школьников из 70 стран, стал самым молодым в истории лауреатом премии в 75 тысяч долларов. Джек с раннего детства интересовался наукой. Его увлечение поощряли и родители, и брат, который стал победителем конкурса Intel в 2010 году, и школьные учителя. Ему присудили приз за изобретение простого и недорогого анализа, который позволяет на ранней стадии выявить рак поджелудочной железы. Джек заинтересовался этой болезнью после того, как от нее умер близкий друг его семьи. Я прочитал в интернете, что 85% случаев рака поджелудочной железы диагностируют слишком поздно, когда у пациента остается меньше 2% шансов выжить. Мне захотелось как-то это исправить. И Джеку это удалось. В интернете он узнал, что у больных раком поджелудочной железы в крови повышено содержание белка мезотилина. Он стал работать в лаборатории при университете Джонса Хопкинса в Балтиморе и создал простой бумажный тестер, позволяющий определить содержание мезотилина по одной капле крови или мочи, тем самым выявив рак поджелудочной железы гораздо раньше, чем с помощью других анализов. Точность придуманного Джеком теста составляет 90%. Этот тест 400 раз точнее, в 168 раз быстрее и более чем в 26 тысяч раз дешевле. Его стоимость составляет всего 3 цента, а по времени он занимает 5 минут. Наставник Джека из университета Джонса Хопкинса, доктор Анирбан Маитра, был единственным из 200 ученых, отозвавшихся на письмо школьника, в котором он описывал свой проект. Признаюсь, сперва я был очень удивлен, что это написал 15-летний мальчик. Я захотел встретиться с этим очевидно одаренным молодым человеком и послушать, что он мне скажет, поэтому и пригласил его на собеседование. Он произвел на меня глубокое впечатление. В 2011 году доктор Маитра отвел Джеку часть своей лаборатории, где мальчик в течение 7 месяцев работал над завершением своего революционного проекта. Потом он протестировал свою методику на пациентах, а сейчас дорабатывает тестер, чтобы его можно было продавать в аптеках без рецепта. Как уже было сказано, ранее в этом году я получил приз на конкурсе научных достижений. Джек рассказывает о своем изобретении на многочисленных научно-технических форумах, в том числе на престижной конференции TED. А в прошлом году бывший президент Билл Клинтон пригласил его поучаствовать в форуме глобальной инициативы Клинтона. Наставник Джека вовсе не удивлен тем, что его подопечный уже получил столь широкое признание. В следующие 10-20 лет вы еще не раз услышите имя Джек Андрака. Если в 15 он уже совершил такое открытие, то кто знает, что он сделает в 25 или 35? Или сколько жизней удастся спасти благодаря анализу, который придумал школьник Джек Андрака.